здравствуйте ну вот тема моей презентации перед перед вами на экране экслибрис и современные средства коммуникации на самом деле темой про экслибрис и я уже как-то выступала в агрекалчи ну вот в старом агрекалчи который был рядом с колевалой но там был немножко немножко другой был поворот и тогда мы не так давно только занялись этой темой я вообще представитель национальной библиотеки республики карелия именно сектор редких книг от моих моя коллега то сидит уважаемо вот и дело в том что у нас в библиотеке есть такой проект я очень быстренько покажу вот сайт нашей библиотеки нужно выбрать книжные памятники республики карелия потом в книжных памятников галереек с либрисов и вот непосредственно мы попадаем на страничку этой галереек с либрисов все проект это начался в начале 2011 года и заключается в том что наши книжные знаки которые есть на книгах из нашего фонда мы цифруем и выкладываем вот на эту эту страничку галереек с либриса вот наверное не стоит особенно распространяться о том что такое экслибриса все прекрасно знают и так что это книжный знак вот вернемся на начало вот один из из нашего фонда экслибрис представлен здесь это и ключевое слово здесь конечно книжный знак то есть это чисто утилитарная вещь это бумажная наклеечка которая каким-то образом тиражируется с оригинала нарисованного художником и потом приклеивается на книги как знак принадлежности и и и книги библиотеки то и того или иного владельца вот например как здесь одна один из экслибрисов на нашего фонда вы видите что сам экслибрис печатные но имя автора туда вписано имя владельца писано от руки тут написано x библом то есть из из книг но только экслибрис это латинский вариант из книг экс библом греческий в библом иоханн герман шнобель вот этот я иоханн герман шнобель вписал свое имя от руки как правило они печатаны ну вот я я хотела сказать а тут можно немножко еще под поспорить терминология считается что первые экслибрис и первых с либрис в россии это экслибрис на книга сала и обнаружены на книгах саловецкой библиотеки он принадлежал саловецкому игумену до сифею в конце 15 века начале 16 вот они появляются и вот его изображение вы видите у нас нету кони конечно его в нашем фонде вот вы видите что здесь надпись в букву с большой то есть первое заглавное с священной инека до софия то есть до сифея вот такие вот рисованные пометы до сифея остались до сифея оставлял на книгах в своей библиотеке которую которую впоследствии вкладывал в библиотеку саловецкого монастыря но отлично мне не кажутся такие вот рисованные рисованные от руки надписи не кажется экслибрисами все-таки с либрис это тиражерами это печатная есть благо что их немного вот дальше в прошлый раз я рассказывала о том как с какими трудностями мы сталкивались когда пытались идентифицировать экслибрисы на самом деле когда на книге на на экслибрисе есть надпись из книг такого-то или экслибрис такого-то тут уже там графа шереметьево и и там я не знаю лобанова ростовского тут не возникает проблем каких-то то есть ты описываешь экслибрис и потом как правило это какие-то известные люди владельцы известных библиотек и потом мы пишем о об этих людях но встречались к либрисы без всяких надписей вот например в прошлый раз я рассказывал об экслибрисе александра ламского где вы видите только его герой его герб дворянские это был известный такой молодой человек кавалергард фаворит императрицы екатерина очень рано погиб или вот например на экслибрисе всеволожского есть надпись написано с.б. олешня что такое с.б. олешня но тут надо хоть немножечко хотя бы в отечественной геральдике разбираться чтобы там раньше чтобы посмотреть что например вы видите явно дворянский герб на пушка на лафете которого сидит райская птица это это герб всеволожских а в селе большая олешня ряжского уезда рязанской губернии населилась находилась библиотека ивана александровича всеволожского очень известного в театральном мире петербурга человека он был директором санкт-петербургской и московской конторы императорских театров благодаря тому что вышло сейчас много всяких указателей никаких проблем с определением вот вот этих нежных знаков у нас нету или вот например вот такую тоже какая-то монограмма это клиберс по-моему очень неудачно императора николая второго вот вы видите две буквы две буквы а и букву м вписанную одна в другую потом императорской короной на самом деле не нужно там 7 5 быть во лбу чтобы догадаться что это клиберс принадлежит российскому императорскому дому а дальше уже там делать дело техники но я повторяю что сейчас вышло очень много разных библиографических указателей у нас нет проблем с этим гораздо сложнее обстоит дело вот с клиберс своими современными относительно современных ли брестами двадцатых веков вот например в тринадцатом или четырестном году впервые мы описали для галереи вот такой такс либрис вот вы видите на цинкографированное изображение на цинкографированном книжном знаке изображение медведя в очках такой в берете который вяжет носок на каком-то на острове среди бушующего моря в каком-то волшебном замке волшебном городе наверху надпись собрание в и кузьмина вот кто был такой этот в и кузьмин нам тогда обнаружить в 2013-2014 году не удалось но их либрис этот был на большом количестве журналов из нашего фонда это был целый комплект журналов старые годы за 906 906 917 907 916 неважно год везде он был заклеен ну вот второй заход мы сделали уже в восемнадцатом году то есть мы постоянно редактируем эти наши описания там частенько возвращаемся к нему все-таки согласитесь интересный знак хотелось бы узнать кто это такой в 2018 году уже появился госкаталог музейного фонда вот такой ресурс хороший госкаталог музейного фонда российской федерации и там в разделе графика мы нашли что вот многие музеи сделай сделали фотографии свои экслибрисов вот этого экслибриса конкретно фотографии своих фондов и выложили и тогда вот мы впервые узнали что автором этого книжного знака был никто иной так самый известный один из самых известных художников начала 20 века который входил мир искусства сергей василий чихонин то есть это уже был большой прорыв вот тут портрет чихонина известен он как создатель большого количества книжных знаков до двадцатых годов вот вы видите здесь но только некоторые из них там вот сиденка битязева из книг из книг вычих жаниной и также просто я выбрала чтобы вам показать чтобы не обязательно к слибрис может быть связать о принадлежности одному конкретному человеку вот слибрис антиквариата губара и волков в петербурге слибрис тоже рисовал чихонин и вот здесь на самом деле если мы были повнимательнее бы и присмотрелись мы могли бы вот здесь вот на фоне волн в правом нижнем углу мельчайшим почерком чихонина даже обозначена его фамилия там написано с чихонин и дата создания экс-либриса 1927 год но повторяю то есть если бы мне не ткнули пальцем другие люди которые уже это обнаружили я бы в жизни когда сама не разглядела хотя все экс-либрисы чихонина подписные и буковки и цифры настолько мелкие что даже народ который увидел это некоторые ошиблись в дате на 20 не 27 22 год и отметили ну вот в общем это все гордо отметили что это экс-либрис работе за чихонина к сожалению в этом деле не продвинулись потому что есть специальные даже альбомы киберсов чихонина но среди них этого нашего не оказалось вот но тогда вот зашли в тупик дальше я расписывала тот же комплект журналов старые годы просто для ввода в наш электронный каталог вдруг неожиданно натыкаюсь на листе папиросной бумаги которым было был прикрыт была прикрыта репродукция одного французского портрета 18 века вдруг нахожу я такую надпись карандашом означенный портрет пострадал в 1929-33 годах и был отдал реставратору в сосновского 1937 году но до сих пор еще не возвращен в кузьмин 1 ноября 1939 года фонтанка 5322 то есть таким образом мы узнали что это самый бы кузьмин проживал по указанному адресу на фонтанке 53 в конце 30-х годов сам в ленинграде и очевидно какое-то отношение имел к коллекционирование живописи вот тут воодушевленные мы стали смотреть адресные книги ленинграда за 30-е годы но к моему изумлению ни в одной из них из эти справочники выходили каждый год никакого вы и кузьмина по адресу фонтанка 5322 зарегистрировано не было это страшно меня удивило но вот таким образом зашли в тупик дальше история продолжалась а именно еще на одном журнале уже 1913 года напротив напротив название одной из картин которая по желанию императора николая павловича в середине 19 века была исключена из состава эрмитажа друг уже знакомым почерком я вижу значит знакомый почерк сделала приписка такая приобретена мною в 1927 у кавриянова маклака маклак это посредник при мелких сделках и опять подпись кузьмина тут уж я подумал что это кузьми кузьми чертов шлет мне просто привет из того света потому что он уже дважды мы им занимались никак не могли найти просто я уже озверела посмотреть что за книга что за картина такая которая в двадцать седьмом году была им приобретена выяснилось что это ни много ни мало то есть если в мы уже знали что ему принадлежала принадлежал портрет александра багарне 18 века написано в 18 году в 17 веке таким французом марии жозефом веном то это было еще круче это была голландская картина 17 века как выяснилось в статье вот в рангеле напротив которой была сделана эта приписка она называлась порок елис елисей с наоманом рембрандтовой школы ночью когда мы стали выяснять выяснилось что она была написана в 1635 году таким голландцем ламбертом якобсом и принадлежала эрмитажу еще 18 веке но как я уже сказала в середине 19 века наряду с другими картина была исключена по решению императора николая из фонда эрмитажа вот такие картины тогда запросто выкидывали она не понравилась императору она была продана частному коллекционеру 855 году и вернулась в эрмитаж уже в 1945 году вот где она болталась все и все это время мы теперь частично знаем то есть в 27 году ее купил кузьмин вот в 1927 году и видимо она у него и находилась до 45 года тогда мы уже обратились в эрмитаж пытаясь выяснить в 45 году она как вообще поступила но к сожалению хранитель фонда западноевропейского искусства мог уточнить только что она была приобретена в 1945 году через юблер торг видимо кузьмина уже предположительно не было живых ну вот эту историю безуспешных поисков я рассказала просто для того чтобы понять как каким сложным путем порой идет эта работа и хотя мы так и не узнали но вот единственное что мы подтвердили что на самом деле кузьмин это ленинградский коллекционер который в двадцатых тридцатых годах жила собирал жил в питере на фонтанке собирал полотна свою коллекцию вот и и кстати это косвенно подтверждается еще и тем что и именно ему принадлежала комплект журнала старые годы это одно из лучших искусствоведческих зданий начала двадцатого века и в то в каком идеальном состоянии быть были эти тома этих журналов каких они прекрасных переплетов тисней стеснеем в к то есть владимир кузьмин в смысле не владимир в кузьмин на корешке лишний раз подтверждала его художественные такие пристрастие вкус но вот были и более удачные эксперименты то есть дальше мы уже пошли одухотворенные этим поиском вообще очень много много народа шло навстречу то есть не только коллеги из других библиотек но и сотрудники эрмитажа и такой тульский коллекционер эдуард гетманске которые там сделал все возможное о чем мы просили но и не он его вина в том что он тоже не не нашел кто такой был этот кузьмин ночью всех готовности откликались тут я решила с другим тоже экс-либрисом позабавиться вот давно давно уже тоже он привлекал наше внимание вот такой вот экс-либрис с изображением яблони отягощенное плодание с надписью по старой орфографии из книг д.с. левина довольно а вот им были помещен тоже много книг достаточно вот некоторые из них прошу прощения за плохие фотографии это я сама снимала потом узнаете зачем то есть у нас он был наклеен на целый ряд книг вот собрание соотечения салтыкова щедрина в левом нижнем углу причем они одинаковые переплетены еще были 7 томов салтыкова щедрина вы видите переплетены в карт картон покрыт таким чем темно-синим никогда а сейчас вот серой-серой синим серо-синим тканью золотным тиснением а собрание с 3 тома из исторического труда великого князя николая михалыча вот в правом верхнем углу тот же та же самая ткань комбинируется с такой тисненной светло-желтой бумагой вот такие одинаково переплетенные книги вот и довольно быстро мы узнали о том что о том о художнике который был нарисовал рисунок вот этот яблони им оказался питерский шрифтовик художник график николай александр николаевич лео вот здесь его автопортрет вот лео сделал около десятка экслебрисов вот для некоторые из них для экслебрисиста лермана вот это левый левый получается экслебрис для искусствоведа эриха галербаха для историка книжной культуры россии галактионова и вот для никому неизвестного никого д с левина вот кто такой это был кто кто был это д с ли еще стали копать и наткнулись на одного человека который жил одновременно с левого который переехал из москвы санкт-петербург в ленинград на санкт-петербург тогда еще в 1896 году был такой дави самуилович левин мне страшно хотелось чтобы это оказался именно он я понимаю что одного желания конечно недостаточно но это был чудесный такой человек он не был ни художником не был ни критиком не не писателем но по боли случая он сыграл большую роль в судьбе таких корифеев русской литературы как николай гумилёв или александр блок дело в том что давид самуилович левин был за вкусом как бы мы сказали издачица всемирная литература где и гумилёв и чуковский и блок зимой 19-20-х годов холодной зимой работали и левин снабжал их дровами и продовольствием и вот как раз зимой этого 19-20 года он завел альбом который впоследствии был назван дровяным альбомом под этим названием он сейчас сохранится в пушкинском доме туда стали писать писать стихи спромта о дровах и я не только вот например так такое стихотворение написал серьезно казалось бы поэт александр блок давид самуилович едва альбом завели голова пойдет у вас кругом не раз и не два и будут писаться слова дрова вот а шутка николая николая гумилёва которая начинала словами левин левин ты суров мы без дров даже период хрущевского отепеля 1967 года когда пытались протащить и опубликовать стихи из дровяного альбома цензор не пропустил ее потому что из-за называемой дерзостной 4 строки дерзостная 4 строка была такая ты же значит начинает левин левин ты суров мы без дров ты же взыскиваешь 300 мерзких ленинских рублей конечно мерзкие ленинские рубли но в общем был не из тех кто расшаркивался перед новой властью вот и хотя публикатор пытался вот протащить стихотворение заменив обесценены на обесцененных рублей но цензор вообще не купился на это все делаю шестьдесят седьмом году это стихотворение свет так и так и не увидела публикация стихов и дровяного альбома занимался сын давидом самоиловича левина юрий юрий давидович левин известный пушкинис сотрудник пушки пушкинского дома академии наук литературовед и он правда сделал очень много для того чтобы вот из семейного архива чудесные через на записи опубликовать и много для этого сделал и кстати говоря и даже до самой юрий давидович был упомянут на случай в этом самом дровяном альбоме например открывается альбом с стихами пушкиниста николая лернера то есть первое стихотворение 7 ноября девятнадцатого года то есть первое стихотворение в альбоме она была такое посвящение давиду самого еще открывалась так я открываю ваш альбом любезнейший товарищ ливен моим хромающим стихом ведь ливен критики не гневен желая вам еще сто лет командовать конторой нашей есть каждый день мясной обед и поскорее стать папашей ну то есть его жена была уже беременной и в феврале двадцатого года у давид самого родился сын юрий вот то самый юрий лет вот такую чудесные такая замечательная история вот одно мешало такому прекрасному развитию события вот если бы удалось доказать что ds левин и секс либриса это есть давид самойлович ливен все было бы прекрасно вот как это узнать на самом деле уже узнать было не у кого потому что не только давида самойловича которая умер рано в 1928 году я даже не знаю как кстати при каких обстоятельствах но и юрия давидович его сына не было в живых он умер относительно недавно 2006 году то есть спросить было не у кого но тут надо страх и риск вот какое-то прекрасное такое зрение накатило дело в том что у юрия давидовича была жена она и она же она и есть такая наталья дмитрия накачеку она заведует отделом литературы 18 века пушкинском доме мы написали ей через там друзей и знакомых многочисленных и она тоже откликнулась естественно она не знала своего свекра потому что если давид самойлович умер когда его сыну было только восемь лет понятное дело что она его знать не могла но в ее домашней обширной библиотеке сохранилась даже стопочка этих их либрисов вот просто ей муж перед передал и вот ориентируясь на эти наши фотографии как убогие которые я прислала она в своей домашней библиотеке 17 штук представьте вот таких вот ориентируясь только на переплеты нашла книг с от либрисом левина которые в свое время ей муж юрий давидович ей подарил все это сочинение русских литераторов 18 19 века и тогда же она предположила как книги могли побать петро заводск дело в том что жена давида самолочь когда осталась одна там с двумя детьми она была блокадницей еще к тому же естественно она вынуждена была продавать библиотеку мужнину и это подтверждается тем фактом что наши книги куплены либо через академ книгу салтыков щедрин по моему куплен через академ книгу а сочинение великого князя через кинетический магазин в 1952 году то есть она продала это все в кинистику наконец последняя история очень надеюсь что я уложусь все уже пора извиняюсь уже не уложить ладно потом следующий раз это самое интересное как как-нибудь потом 3 ну ладно и не будем нибудь не будем люди это самое я потом вам расскажу расскажу в качестве бонус не имею 100 рублей а имей хороших коллег за друга спасибо